Я помню, когда я был совсем молодой, я не знал, кто такая Анна Ахматова. Здесь, с правой стороны, у нас сейчас будет немножечко народного творчества. С имени города Петербурга хочу пожелать вам, чтобы у вас все было хорошо. И одна москвичка сказала, а, да-да, я знаю, такое уродское здание. Здесь у нас традиционный, типичный двор-колодец. Обожаю этот запах. И вот, посмотрите, видите, прекрасный склад всякого замечательного того, что вам в жизни потребуется. А книжечки и нет. Вот это интересно. Ну что, дорогие друзья, скорее всего, у вас возникнет, конечно же, большой вопрос. А чей-то ты так, типа, вырядился? Дело в том, что сегодня я олицетворяю собой формализм, буржуазный стиль, столь враждебный настоящему советскому человеку. И то, с чем, собственно, и боролась наша прекрасная советская власть в лице Анны Андреевны Ахматовой, о которой мы сегодня будем говорить. Но почему мы стоим здесь? Потому что за моей спиной особняк Брилова и Сезора, о котором мы сделаем отдельный выпуск. И у нас есть волшебная возможность проникнуть туда внутрь, потому что он сейчас необитаемый. Там живут только духи времени. С некоторыми из них мы даже умудрились пообщаться, правда, вне камеры. Но, тем не менее. А сегодня вас ждет очередной проход. Не только по дворам, но даже и по набережной Васильского острова. Мы здесь еще пока не были, но мы здесь еще будем, и не раз, потому что Васильевский остров весь пронизан проходными дворами. И сегодня у нас основная тема, конечно же, одна из самых величайших, на мой личный взгляд, женщин вообще истории не только России, но и мира. Это Ахматова. Это человек, который умудрился, потеряв, ну, казалось бы, все, тем не менее, победить обстоятельства и победить ту страшную силу, которая с ней боролась в течение долгих лет. Вот. Мы с вами отправляемся вот на тот перекресток. Мне периодически будет помогать еще одна добрая фея, уже даже вам не безызвестная, прикатившая из столицы нашей Родины. Это перекресток первой линии и Среднего проспекта, либо Кадетской линии и Среднего проспекта. Дело в том, что Васильевский остров вообще-то Петром Первым планировался как Новый Амстердам. У нас иногда, по какой-то загадочной для меня причине, город Петербург называют Северной Венецией. Он на самом деле был Северный Амстердам. Петр Первый, не знаю почему, не учел фактор наводнения, поэтому здесь должны были быть каналы, и более того, их начали рыть. Но как только несколько сезонов покрытия водой этих самых каналов, то затеет, конечно же, провалилась. Мы сейчас выйдем вот на эту точку, и у вас будет возможность посмотреть, как выглядел город, вот если посмотреть туда, в дореволюционное время. А пока Леха наводит, я возьму одну книжечку, которая мне понадобится в ходе нашего повествования. Вот большое спасибо доброму человеку. А где эта книжечка? А книжечки и нет. Вот это интересно. А, наверное, я там в машине выложил. Ну, это в моем стиле. Ну, мы тогда сейчас дойдем до машины. Ну, что делать? Да, прямо одним кадром это все и с ним. Почему я хочу показать именно эту книжечку? Потому что с ней связана очень интересная история. Она у меня была. Я с ней пошел в туалет, в коммунальной квартире, и ее там забыл. И ее там съискнули. И вот представьте, на одной из экскурсий мне делают такой подгон. Ну, это, конечно, другая книжка. Это не та, которую меня там тогда украли. И это та самая книжка, которой я так горевал. А книжка прекрасная. Она не только с текстом, но и с большим количеством картинок. И я специально хочу вам показать, потому что вы периодически спрашиваете, чего почитать и так далее. У меня есть отдельный выпуск, посвященный литературе города, литературе о городе Петербурге. Ссылка я размещу там внизу. Если вы вдруг еще не видели, это очень распространенный вопрос. Так вот, в описаниях Григорьева, о котором сегодня мы еще поговорим, говорится о том, что вот эта вся территория, вплоть до четвертой линии, она была оккупирована немцами. Немцы занимали в городе несколько площадей, назовем их так. Значит, ну, явный намек – это Петрикирхи и Петришули, это Невский проспект и вся нынешняя Казанская улица, вплоть вот туда, куда, до Декабристов. И, значит, на гражданке они жили. Жили они в районе, который называется «Веселый поселок». И вот здесь, здесь были их, соответственно, плантации трудовые. Немцы занимались многими вещами. Они были прекрасными сапожниками, они были прекрасными ремесленниками, они были даже булочниками. Помните, у Евгения Онегина, да, свой открывает «Вас из ДАС» про хлебника немца. И в армии, на самом деле, было огромное количество немцев, да, Бенкендорф, Битгенштейн, там, Ламсдорф и так далее. Можно ключик? Сейчас мы проверим, тут ли оно. Как обычный порядок. Большой. Вуаля! Кстати, заметьте, видите, лежит велосипед. Мой. Ну, обычно он лежит в багажнике. Но сейчас в багажнике самокат Лехи, который снимает этот прекрасный выпуск. На, чтобы я не потерял. Вот эта замечательная книга. Крайне настоятельно рекомендую вам ее купить, прочитать и просмотреть. Потому что она содержит в себе массу интересных иллюстраций. Самых разных. Это, кстати, Васильевский остров. Только туда дальше, для товарища по борьбе с жилищной нуждой. А это, соответственно, квартиры, которые там были. Это туда, ближе к Гаванской. Вот, видите, тут много всякого полезного. Да. И здесь, соответственно, Григорьев, вот как раз у него есть целая отдельная глава. Называется «Васильский остров». Я вот и хочу, на самом деле, зачитать оттуда пару цитат. Потому что там есть здание, которое нам понадобится в ходе нашего прохода. В ходе нашего прохода. Павлик, мастер элоквенции. Васильевский остров в своей восточной части мало изменился. Кадетская, ныне Съездовская. Съездовская, имеется в виду, она так называлась во время Советского Союза. Сейчас ей вернули прежнее название, потому что тут был Кадетский корпус, Манеж Кадетского корпуса, туда, ближе к Неве. Первая линия, это вот она. И университетская набережная. Мы имели в 18-19 веках такой же вид, только менее благоустроенный. На Тучковой набережной, это нынешняя набережная Макарова, мы на ней еще окажемся с вами, не было большого серого здания, выстроенного перед войной 2014 года для Министерства торговли и промышленности. Но до этого здания мы, к сожалению, не дойдем. На первой линии у больницы Марии Магдалины, Мария, больница Марии Магдалины, нам сейчас она не будет видна, но она видна в створе, если вы съезжаете с Тучкового моста. Помещалась Римская духовная академия, превосходное ампирное здание. Римская духовная академия, превосходное ампирное здание у нас по левому краю, впереди. Воспитанники этой академии, взрослые католические священники, в черных сутанах с пелеринами прогуливались по тротуарам по парно-длинной процессии. Увидев их, мальчишки со всех дворов бежали рядом, распевая нехитрые стихи. Католик, католик, сел за столик, столик свалился, католик разбился. Вот так, вот так троллили католиков у нас, соответственно, в городе Петербурге. Ну и дальше он пишет, что ксензы шли по тупе взор и делали вид, что не замещают нахальство мальчишек. Вот это, собственно, то, что я хотел вам зачитать из этой книжки. Мы подходим к Екатерининской церкви, построенной по проекту архитектора Михайлова II. Будьте столь любезны, сударыня, возьмите. Это тот же самый архитектор, который построил, скажем, в Москве, на Божедомке, Мариинскую больницу. В которой работал папа Достоевского, да, и ныне это улица Достоевского. У нас он построил дом Корсаковых или Корсаковых, по-разному тоже произносит фамилия, нынешний театр Ленсовета. А здесь он возвел эту, соответственно, церковь, о которой я расскажу, когда мы обойдем ее с другой стороны. Естественно, в советское время она была закрыта. Настоятель окончил свои дни, понятное дело, в 1937 году понятно где. Колокольня была построена не по проекту Михайлова II, он построил только церковь. И там очень интересная история, связанная с ангелом, который сейчас восстановлен и держит крест. А мы с вами приближаемся к уникальному объекту, проходная парадная, через которую мы сейчас будем нырять внутрь. Если вы помните наш выпуск на Петроградской стороне про дом Трехбенуа, то я тоже там показывал проходную парадную. Вот это еще один пример. Здесь у нас сейчас тихо, мирно, но вечером здесь очень веселая, прекрасная атмосфера, потому что здесь располагается клуб анонимных алкоголиков. Ну, я не шучу на самом деле, он действительно там располагается, и они здесь тусят тусы. Я тут водил один раз экскурсию, мы вышли целой толпой, и народ, конечно, был обескуражен. Пропустили мы мемориальную доску на доме. Я думаю, что ради этого стоит вернуться. Давай вернемся, да. Дело в том, что там здесь вот Сусанин, да, мысли бегают в голове. Мне говорят, готовься тщательно. Да я и так готовлюсь, ребята. Я тут эти экскурсии вожу на самом деле довольно часто. Но поскольку я их постоянно модифицирую, да, мне каждый раз хочется рассказать что-то новое, то периодически, конечно, из башки что-то вылетает. Ну, вот такое у меня свойство, извините. Тем более, как вы знаете, я оговариваюсь периодически, меня за это хорят. Вот смотри, это я открыл дверь. Чуть не порезался. Собственно, вот ради этой мемориальной доски я сюда хотел вернуться. С 11 по 32 год здесь жил академик архитектуры Иван Александрович Фоминин. У меня была тут экскурсия недавняя. Приезжали москвичи, сейчас они тут валом валят, потому что, ну, Питер более открытый город, чем Москва. И я говорил, что вот, например, он построил здание НКПС, да, на Садовой улице Народного комиссариата по телесообщению, а нынешняя это штаб-квартира РЖД. Это потрясающее здание, вот там вот такое, в конструктивистской форме. Вертикальный объем как бы символизирует трубу, а горизонтальный это типа паровоз. И одна москвичка сказала, а, да-да, я знаю, такое уродское здание. И вот какой разный подход, на самом деле, к шедевру конструктивизма. Причем Фомин, он мог строить как в стиле конструктивизм, так и в стиле, на самом деле, классическом. И мы об этом еще поговорим, потому что я буду рассказывать вам про Толчков Буян. Также Фомин построил дом общества Динамо, тоже в Москве. Это за, собственно, здание Лубянки. Кстати, там еще есть больницы при НКПС. Это тоже его проект. Вот отсюда у нас открывается замечательный вид на церковь. Вот там, видите, стоит ангел такой с крестом в руках. Вот на куполе, на куполе ангел. И крест этот изъяли. В народе эту скульптуру прозвали пионер, потому что он как бы держит вот в такой позе этот крест. И получалось, что он как бы дает пионерское приветствие. Ну, такой вот черный юмор. И вот отличный кадр может получиться вот отсюда. Как раз с видом на купол. Такая пожухлая дверь. Я не знаю даже, будет ли в виде там купол. Да. И растут на балконе всевозможные прекрасные цветы. Вот за что я люблю наш народ. Вот это за такое. На японскую машину налепить 9 мая с Днем Великой Победы. Мы, кстати, с Японией воевали. После Великой Отечественной войны. Хочу я вам об этом напомнить. Еще больше, конечно, замес. Это на машину Ауди налепить. Спасибо, Деда, за победу. Ну, это как бы просто огонь. Ну, вот, собственно, это к вопросу, почему у нас до сих пор люди не могут сложить 2 плюс 2. И разъезжая по всему миру, или являясь каким-нибудь гламурным фотографом, строчить тебе о том, что Бродский был антисоветчик. Ну, то есть, как бы, я не знаю. Вот отсюда, кстати, смотрите, тоже отличная панорама. Панорама, дом с такими двумя окнами. До этого эта церковь была деревянная. Там стояла церковь пехотного кека с Гомельского полка. Она сгорела. И, в общем-то, вот построили эту. Значит, на набережной мы еще окажемся, поэтому я пока не буду о ней рассказывать. Ну, и подходим к дому. Это Тучков переулок. Крайне популярный у киношников, потому что здесь снималось немалое количество фильмов. И о некоторых мы сегодня с вами будем говорить. В частности, про наш любимый фильм «Брат». Ибо одна из ключевых сцен снималась именно в одном из дворов, где мы будем. Здравствуйте. Вот это вот задворки, соответственно. Этой церкви. А мы с вами... Сейчас я достану книжечку очередную. Последнюю. Мы с вами смотрим вот на этот дом номер 17. На нем не висит никакой мемориальной доски. Но он на самом деле связан как раз таки с жизнью прекрасной женщины, о которой мы сегодня будем говорить. Давай нырнем во двор. Злата, успеешь? Здесь у нас традиционная история, которую я показываю почти в каждом дворе. Это аж две вентиляционных шахты от бомбоубежища. Вот одна и вот вторая. Это двор проходной, но мы сейчас не будем выходить на набережную. Я просто покажу вам, да, что можно... Вот, выйти там. И отсюда пойдем просто через решетку. Будет еще красивый кадр на тучков буян. Ля пота для инстаграмов. Это на самом деле не более не менее как склад вообще-то, пеньки. И вот Анна Андреевна Ахматова вслед за многими петербуржцами ошибочно называла его дворцем Берона. Ну, Берон там никогда не жил. Кстати, первым это доказал как раз Иван Фомин в одной из своих статей про город Петербург. Так вот, вот в этом доме как раз Ахматова поселилась вместе с Гумилевым. Гумилев охаживал Ахматову довольно долгое время. Она вообще... Слушай, вот реально-то я открыл дверь, а. Она вообще с Украины, с Одессы. Вот она такая была в молодости. У нее настоящая фамилия Горенко. Хотя вот некоторые говорят Горенко. И я тоже раньше говорил Горенко, а мне говорят Горенко. Я стал говорить Горенко и слышал, как говорят Горенко. Ну, в общем, не суть. Ой, девушка нас снимает. И ушла. И он, в общем, ее охаживал, охаживал. И, в общем, выходил. И написал потрясающее стихотворение, которое начинается фразой «Из логова Змиева, из города Киева я взял не жену, а колдунью». Обратите внимание на глагол «взял». То есть, вы понимаете, не «привез», а именно «взял». Потому что, можно сказать, привез не жену, а колдунью. Это вот такой вот у него был мачо, инстинкт, мачо-подход. Он уже великий конквистадор, у него есть путь конквистадора или конквистадора. Опять-таки, по-разному это все произносится. Хотя, с точки зрения, наверное, оригинального, нужно на первый вариант обратить внимание. По чувству дарения. И в итоге они такие поженились. И почему колдунью? Потому что у Ахматовой реально был какой-то дар. Ну, вы можете называть его там даром предвидения, даром экстрасенсорным. Каким угодно. Ахматова же, в свою очередь, писала, например, такие стихи, когда они поселились вместе. Муж хлистал меня узорчатым, двое сложенным ремнем, Для тебя в окошке створчатым, я всю ночь сижу с огнем. И расцветает и над кузницей, подымается дымок, А со мной печальной узницей ты опять побыть не смог. И люди, они реально думали, которые читали эти стихи, Что Гумилев реально ее порит ремнем. И когда он встречал там некоторых своих знакомых, Они им задали вопрос, типа, А, Николай, а зачем вы так поступаете с вашей супругой? И Ахматовой тоже иногда приходилось объяснять, Что, ну, как бы, это фигура речи. Это, как знаете, у Саши Черного была замечательная история. Я постоянно этот стишок люблю цитировать. Давай-ка здесь остановимся. Когда поэт, описывая даму, начнет, Я шла по улице, в бока впился корсет, Тут я не понимаю, конечно, прямо, что, мол, под дамой скрывается поэт. Я истину тебе открою, поэт-мужчина, даже с бородой. Вот это к вопросу о том, что, ну, художественная фигура речи. Так вот, она написала здесь стихотворение, И вот я хочу вам зачитать как раз вот с видом на туда. «Был переулок снежным и недлинным, И против двери к нам стеной алтарной Воздвигнут храм святой Екатерины». Вот это тот самый храм святой Екатерины, Который был воздвигнут к ним спиной, получается. И еще она пишет вот о чем. «Я подходила к старому мосту, Там комната, похожая на клетку, Под самой крышей в грязном шумном доме, Где он, как чиж, свистал перед мольбертом И жаловался весело и грустно, О радости небывшей говорил. Как в зеркало глядел я тревожно На серый холст из каждую неделей, Все горшее и страннее было сходство Мое с моим изображением ново». Это стихотворение написано про портрет Довольно известный, кисти Альтмана, Который писался здесь неподалеку. То есть она ходила туда пешком, Вот так вот он выглядит. Вот. Ну, вы его прекрасно знаете, да? Вообще, на самом деле, не так много, кстати, Портретов Анны Андреевны Ахматовой сохранилось, да? Вот она ходила туда, соответственно. Теперь мы можем, наконец, пойти далее. И именно здесь, в этом доме, В Тучковом 17, В 1912 году У них родился сын единственный, Которого они назвали Лев. Лев Гумилев. Который потом, надо сказать, Познал судьбинушку. Гумилев был зачинателем движения Акмеизм. Акме – это, соответственно, греческое слово, Переводится как высший, тончайший. В общем, это самый вот пик, Самый смак, самый сок. Акмеизм – это был такой, Ну, не то что противодействие, Проводить и вовес – Ну, одно из направлений В пику символизмов. Хотя, конечно, с точки зрения Смысла поэзии, У них очень много перекличек. Гумилев потом затеял всех поэтов. То есть он был уже признанный На тот момент, кстати, Один из немецких центров Там у нас возвышается. Видите, вот эта вот церковь. Немецкая кирха. И когда он прочитал стихи Ахматовой, Он сказал, ты знаешь, Надо их издать. И вышел сначала первый сборник, Потом вышел второй сборник. Они пользовались Довольно большой популярностью. Но семейная жизнь у них не сложилась. Они оба поэта. И уже в первый же их заезд В Париж, Это у них было свадебное путешествие, Они зашли в какой-то бар-кабак, Где Анна Андреевна Ахматова, Аннушка, Она познакомилась с художником Медео Модельяне. Художник был нищий, Как мышь церковная, Но очень талантливый. И она это поняла с первого же взгляда. У них, понимаете, как искра просто проскользнула между ними. Мы с вами заходим в очередной двор, Очередные контрафорсы. Я буду прерываться и потом продолжать рассказ об Ахматовой. Вот прекрасная панорама. Причем этот двор проходной такой Г-образный. Типичная стандартная история. Брандмауэр, Пронизанный двумя довольно странными окнами, Которые расположены Довольно странным образом. Здесь, с правой стороны, у нас сейчас будет Немножечко народного творчества. Обожаю этот запах. Ну вот, изначально было расправь свои крылья, А затем некий деятель Добавил Пархай как бабочка, Жаль, что ты лох. Ну вот, видите, Арт Дударева. Прорекламируем Дудареву. Ну, видите, Человек старается, Человек что-то делает. Потом приходят всякие мудаки И начинается Вот это, вот это. Ну, как бы зачем? А следом придет какой-нибудь маляр из Жека И нахрен это все замажет. Вот так у нас, собственно, Относится к уличному искусству. Покосившиеся отбойники. Мы с вами выходим обратно В точку в переулок. В общем, зашли они в этот бар Между Модельяне и Ахматовой искра. Гумилев сразу все просек, Сказал, пошли отсюда. Пошли, что-то мне здесь не нравится. Модельяне подошел к Ахматовой Сказал, Какой у вас аккаунт в инстаграме? Она сказала, Вы знаете, я сама вас найду. И нашла. И в следующий раз Она уже оказалась одна В этом замечательном городе Стольном граде Парижа. Днем она гуляла Иногда вместе с Моделью Причем очень характерная деталь, О которой пишут все путеводители И даже по Парижу, Потому что они любили ходить В Лексимбургский сад. Владимир Владимирович, кстати, Тоже любил ходить. По легенде, Ему нравилась барышня, Которая раздавала там стулья. А стулья были платные. Сейчас они там бесплатные, А тогда они были платные. И вот Ахматова писала, Что Модельяне было такой нищий, Что у него не было даже денег на стулья. Они сидели на скамейках. И он писал, Писал голенько. И вот в Москве На Большой Ордынке 17 Вы можете во дворе найти памятник, Установленный как раз С мотивами одной из таких экскурсий. О, свадьба. Халлоу. Свадьба, свадьба. Свадьба, свадьба. Да, как вас зовут? Александр. Александр, хочу поздравить вас С вступлением, так сказать, В законный брак. Спасибо. Да. Спасибо. От имени города Петербурга Хочу пожелать вам, Чтобы у вас все было хорошо, Чтобы вы всегда были Столь элегантны, красивы И жизнерадостны. Спасибо большое. До свидания. До свидания. А мы добрые фии, Которые порхают по городу. А вы идете фотосессию делать? Домой. А вы здесь живете, в этом доме? Вы сейчас пройдете через этот двор? Да. Хотите пройти туда? Нет, мы знаем, как туда пройти, Но мне хотелось бы с вами поговорить, А как он живется в этом дворе? Вы знаете, да, что тут снимался? Брат, и все такое прочее. Да ладно. Да ладно. Как мы сюда попали-то вообще? Это все судьба. Серьезно? Это просто судьба. Вы прикалываетесь? Нет. Вы помните ту классическую схему, Где он с арбузом убегает После... С рынка. Во дворе. Это этот двор. Охренеть. Ой, извините. Это мой вам подарок на свадьбе. Мы пересмотрим этот фильм. Пересмотрите, пожалуйста, этот фильм. Ну, еще, может, увидимся. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Твори добро. Трави бобров. Так вот, мы смотрим вот на этот дом, Тучков 14. Во-первых, он здесь, видите, голубенький. А фильм, о котором я сейчас вам буду рассказывать, снятый в 1980 году в этом переулке, В этом фильме он такой немножко зеленоватый. Фильм называется «Обедом в гусаре за молоти слова». Снят по, соответственно, ну, Рязановым. И он именно... По сценарию именно в этом доме располагаются, ну, белошвейки, а попросту там был бордель, да, куда они отправляются. Вот на этом балконе стоят, значит, Муравьева, Хиджакова. Вот они там приветствуют этих гусар. А вот эти ворота, они переделаны в дверь. И туда, собственно, залетает на коне один из гусар и выскакивает уже с барышней. Ну, наверное, чтобы рассказать про свои боевые походы, поделиться опытом. Наверное, ради этого. Да, то есть это вот, например, один из фильмов, который снимался здесь в Тучковом переулке. Мы с вами идем вот сюда, да, в двор, про который, видите, не все все знают. Это изначальные ворота. Посмотрите, какие мощные петли. А это уже ворота новые, поставленные. Их раньше не было. Этот двор перекрыли совсем недавно. Очередной двор радости, когда я сюда привел группу, кто-то вышел и специально закрыл дверь. Ну, то есть мы, наверное, производили впечатление людей, которые собираются что-то здесь украсть. Здесь у нас есть масса всяких интересных вещей. Например, вот это. Это уже, конечно, инсталлировано было позже. Кстати, тепленько. Оттуда теплый воздух выходит. Здесь есть единообразные холодильники. Мы их будем наблюдать с вами вот очень часто. Видите, вот эти вот ящики? Посмотрите, что они одинаковые. Это архитектор Гершович, на самом деле, строил это здание. Значит, Данила Багров, там есть две сцены. Он сначала заходит, только он заходит не через эти ворота, он заходит там через другие. Данила Багров сначала сюда заходит, проверяясь. Да, здесь он оставил одежду, в которой он переоделся. И потом, когда он, значит, с арбузом там провел это свое убийство, он бежит в этот двор. И именно в этом дворе его настигают бандосы. И когда он смотрит, где переодеться, он подходит именно вот на эту точку и поднимает голову наверх. Вот это здесь происходит, потому что здесь у нас традиционный типичный двор-колодец. с этим, с огромным количеством этих холодильников, посмотрите, как завесили лампу красивой, яркой тряпкой. Сводчатые потолки здесь у нас все в глазах мои небеса. Немножечко нескладно, но пусть. Вот. Чудо чудное, дивное, дивное. Вот отсюда из этой арки он выбегает. Посмотрите, здесь у нас некое какое-то арт-пространство. Из чего оно переделано? Посмотрите, какие большие окна. И на самом деле смотреть, можно не заметить крайне важные вещи. Эти важные вещи, вот они. Вот. То есть, например, вот, видите, петля. Одна. А здесь вторая. Вот она, за дверью. Да, то есть, это бывшие конюшни. Поэтому такие большие окна на первом этаже. Кусочек старый мостовой здесь оставлен. Ну, довольно приличный. Тем не менее, да. Вот эти самые лошади вот под таким мостовым бегали. Там, где не было деревянных шашек. И вот, раз, два, три. Три конюшни здесь располагалось. Ой, как вкусно пахнет. Шикарное крыль... Ой, господи, он крыс, а это кот. Шикарное крыльцо. Честно говоря, даже у меня на даче было поприличнее, чем здесь. Два рубля. Счастливые времена живем. Никому даже два рубля не надо. Надо? Правильно. Все в дом, все в семью. Ой, как пахнет едой вкусно, а? В кои-то веки мы чувствуем не запах мочи, а запах вкусной жареной картошечки. И вот он, двор-колодец с очередной у нас воздушной шахтой. Обрати внимание, Алексей, вот на те угловые, прикинь, угловые эти холодильники. И вот тут сплошные коммуналки. Видно по окнам, на самом деле, да? Видите, разные окна. Народ живет, народ шикует. Небольшие закутки, как мы любим. Значит, вход в бомбоубежище был вот там, раньше, вот здесь. Это у нас лестничная площадка. Но, как обычно, вот оттуда у нас открывается шикарный вид из окна. Мы можем, конечно, зайти в подъезд, но, честно говоря, большой необходимости я в этом не вижу, потому что подъезд, как поеду, это черная лестница. Она, ну, она стандартная. В привычном состоянии. Вот они, двери, через которые сейчас никто не ходит. А раньше они были предназначены, сами знаете, для чего. Но, правда, не смотрите. Здесь вот у нас остался старенький звонок. То есть, вот так вот дергаешь. Раз, два, три. Но я не буду, потому что вдруг он зазвонит. И, соответственно, писалось, когда здесь были коммуналки, дергать раз, два или три кому. Шикарно. Но не пахнет. Так вот явно. Тем, чем обычно, по идее, должно здесь пахнуть. Вот здесь у нас потрясающая дверь. с прошу до... А, прошу добер... Доворачивать. Прошу доворачивать. То есть, это старый звонок, тоже вот так вот. Квень, квень, квень. Вот. И дворник оттуда выходил, говорил, что надо? Ну, или по-другому. Шикарная атмосфера. В народе этот двор называется двор кишка. Через него очень любили ходить студенты, скашивая путь. Но вот потом его перекрыли, и трафик упал. Пассажиры поток снизился. Снизился. Опс. Мы вышли с вами в Волховский переулок. Именно здесь, на этом переулке, в одном из домов, жил издатель издательства Гипербореи, где вышла, соответственно, книжка Анны Ахматовой. Жила она, в общем, в этом городе Париже, с модельяне. Они прекрасно... Да, что характерно, он не понимал по-русски. А она ему потом, когда возвращалась, писала стихи по-русски, и он крайне сожалел, что он, ну, вот, не может, к сожалению, их прочитать. Пожили они, пожили. Гумилев, конечно, догадывался о том, что там происходит, как, зачем и почему. И, в общем-то, по рисунку единственному, который сохранился, ну, даже не кисти, получается, карандаша модельяне. Мы видим, что она там голенькая, и ясное дело, что они не только другую стихи читали. Модельяне потом женился. Когда он умер, его молодая жена, я не помню, в тот же день и через день, покончила с собой. И надо сказать, что, когда мы смотрим на картины модельяне в репродукциях или в интернете, мы не видим глубины вот этих вот его черных глаз. Была выставка, я тогда жил в Москве, в ГМИ имени Пушкина, выставка модельяне и я сходил, и я скажу честно, я обалдел. Потому что, конечно, в натуральном виде эти картины производят совершенно другое впечатление. Они какие-то магические. Вот он реально как будто душу выхватывал. И Ахматова это понимала. В общем, все это привело к тому, что она развелась с Гмилевым, но не из модельяне, конечно, причем она сама Гмилева обвинила в том, что он там ей изменяет, он был на фронте. Кстати, Гмилев, надо сказать, был достаточно отважным человеком. Он на фронте стал получать награды и, в общем-то, был довольно смелым. Хотя, конечно, внешность у него была крайне несуразная. Но потом случилась революция, которую, кстати, Ахматова приняла, как и Блок изначально, даже как и Осип Мандельштамм, ее ближайший соратник. Не, проходите. И когда один из ее знакомых, Артур Лурия, кстати, потом ставший довольно небезызвестным композитором в Соединенных Штатах Америки, покинул страну, она написала следующие строки. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубые листья я не внемлю. Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной, тем темна твоя дорога, странник, полынью пахнет неб чужой. То есть она на самом деле не принимала идею отъезда из страны, хотя могла ее покинуть миллион раз. Она осталась здесь. Чтобы написать потом строки, я была всегда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Мы с вами заходим в очень зеленый двор. Это дом, принадлежавший Стенбокфермуру. Человек этот прославился тем, что когда ему принадлежала гостиница Большая Октябрьская, Большая Северная, точнее, сейчас она называется Октябрьская, до революции, он высокие этажи попилил пополам, чтобы увеличить площадь полезную. И вот народ там жил в таких низких потолках. А здесь у нас за углом есть закуток местного автолюбителя, у которого здесь целый автопарк, причем каждая единица одна краше другой. Вот я говорю про ту замечательную инсталляцию, там у нас Понтиак, Жигуль, мотоцикл, и я не помню, что там третье, Рено, по-моему. Причем, когда я водил эту экскурсию, мы встретили этого мужчину, он живет на первом этаже, я говорю, а вот этот автомобиль поставлен таким образом, это как бы арт-объект или что, он говорит, нет, просто пока руки не доходят, то есть он собирается его починить когда-нибудь, я так понимаю, и кататься на нем по городу. В принципе, видите, починка уже началась, я гляжу, что вот реактивные моторы здесь появились, дополнительные, то есть, я так понимаю, скоро он взлетит. Ну, надо сказать, что на починку идет немало сил и средств, но тем не менее. Он, я так понимаю, использует это еще тоже как склад, и вот, посмотрите, видите, прекрасный склад всякого замечательного и нужного того, что вам в жизни потребуется. но тем не менее. Тут у нас есть тоже еще один уютный закуток, мы сюда заглянем. Очередной Брандмауэр и очередное место силы. Ну, эти все по-домашнему, да? То есть, велосипеды стоят детские, никто их не привязывает. Это хорошо, мне такое нравится. Растут деревья. Здесь так и хочется присесть и томным голосом начать рассказывать. «Я помню, когда я был совсем молодой, я не знал, кто такая Анна Ахматова, потому что было не принято рассказывать об этих людях. Дело в том, что муж ее был расстрелян, сына ее посадили, еще один муж, который не шилейка, о которой Пунин, тоже был репрессирован. Таким образом она потеряла, ну, в общем, реально, она таким образом потеряла всех. Причем, она же это накликала. Вот у нее есть такое замечательное стихотворение. Где же это у меня замечательное стихотворение выписано? Я же его выписывал, потому что не все я помню. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отними ребенка и друга и таинственный песенный дар». Прикиньте, да, отними ребенка и друга и таинственный песенный дар. И вот реально отняли и ребенка, и друга, и ни одного. Единственное, что песенный дар не отняли. Ахматова подверглась гонениям еще в 30-е года. Во время войны она писала строки, я о них не знал на самом деле, их особо не у нас афишировали. Но когда я прочитал, я, честно говоря, удивился. Строки, посвященные Ленинграду и вообще войне. «Вражье знамя растает как дым, правда за нами и мы победим». То есть вполне себе такой слоган военный. Но она потом переехала в Ташкент. В Ташкенте была интересная ситуация. Пойдемте потихонечку дальше. Не будем задерживаться. Она там соответственно мокрый стул и я намочил себе задницу. Она там была с Фаиной Раневской и тогда очень был популярен фильм «Подкидыш». И дети всякие бежали за Фаиной Раневской и кричали «Муля, не нервируй меня, муля, не нервируй меня». Но это была такая фраза, ставшая, мы бы сейчас сказали, ставшая мемом в определенной среде. И Раневская крайне переживала, потому что она мечтала о серьезной актерской карьере, а вот все свелось к тому, что муля, не нервируй мод в то время. Например, «На шее мелких четок ряд, в широкой муфте руки прячу, глаза рассеянно глядят и больше никогда не плачут. И кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка, почти доходит до бровей моя незавитая челка». Вот эта незавитая челка и широкая муфта, это был определенный тренд модный. Ну и самое главное, «Сжала руки под темной вуалью, отчего ты сегодня бледна, оттого, что я терпу печалью напоила его до пьяна». Вот она сказала, что моя муля как раз сжала руки под черной вуалью. Это под темной вуалью, извините. И в итоге, когда она вернулась в Ленинград свой, обратно, страна победила фашизм. Казалось бы, все должно быть по-новому. Но выходят постановления по поводу звезды литературного журнала и по поводу произведений Зощенко и Ахматовой. И вот что я вам хочу сказать, ребятки, смотрите. Жданов, это был у нас такой руководитель города, сделал доклад. ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке расширенного воспроизводства. Это также удивительное и противоестественное, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Иванова на самом деле, Михаила Кузьмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Слагуба, то есть всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая, до божества ограничен диапазон ее поэзии, поэзии взбесившейся бараньки, мечевшейся между будуаром и маленной. Поэтому, если у вас вдруг есть книги Белого, Гиппиус, не дай бог Сологуба, Мелкий бес, кстати, я прочитал с удовольствием, романы, и крайне вам рекомендую срочно в топку выкинуть нахрен, потому что это не соответствует облику морали советского человека. И поэтому, когда это все произошло, Ахматова, прочитав это постановление на стенде, повернулась к Фаневской и сказала, зачем стране, победившей фашизм, понадобилось прокатиться всеми своими танками по груди несчастной старой женщины. Сын ее до сих пор сидит, хочу напомнить. И вот действительно вопрос, зачем? Ну это же как бы странно ведь. Но в итоге Ахматова пережила это все. Она пережила и тех, кто на нее гнал, и тех, кто на нее будет гнать. И как мы знаем, все это закончилось крайне печально для собственно ее хулителей. Мы зайдем вот сюда и крайне достойно для нее самой. Но я сейчас пока опять очередной раз прервусь. Я хочу показать уникальнейший объект нашего города. Здравствуйте. Как кошечки? Прекрасно. Как дядя Коля? Приезжал, все в порядке. Приезжал? Ну хорошо. Я могу себе представить, как достали дядю Колю на самом деле все, кто здесь шарится. Всякие эти журналисты, блогеры, гиды и прочее, прочее. Потому что здесь у нас действительно есть вот такой замечательный домик. он жилой. В нем есть все. В нем есть водопровод, в нем есть туалет, в нем есть дядя Коля. Дядя Коля, кстати, ну, как бы сказать, дядя Коля, дядя Коля. То есть он особо неразговорчивый, не любит на самом деле. Публичность его можно понять, потому что вы можете себе представить, то есть ты живешь и вокруг тебя тут люди скачут. Но тем не менее мы позвонились. Хотя вот если говорить про Москву, пойдем дальше покажем кусочек апокалипсиса. В Москве вы знаете, там есть Кривоарбатский переулок и там дом, музей архитектора Мельникова замечательный. Там живет его наследница. И вот она в какой-то момент просто отрубила звонок, потому что говорила, что ну невозможно могут в ночи позвонить и попросить посмотреть. Мы тут уже у нас немножко привычного запаха, во-первых. Ведь и гараж какой стильный из замечательного ДСП. Сделан-то прямо на века. Да, так вот, чем все закончилось со мной Андреем Ахматовой. Вот я всегда говорю, что сила сильного не в том, чтобы дать морду, а в том, чтобы не дать морду. Это такой парадоксальный момент, который многие не понимают. Ахматова пересилила их всех. То есть она, не имея ни армии, ни партийной силы на своей стороне, пережила это все. Когда в 60-х годах она была в Комарово, к ней как на поклон ездили все вот вот эти там, включая Бродского, именно по поводу Бродского она сказала, какую судьбу они делают нашему Рыжему, как будто он их нанял, когда его начали судить. То есть такая пиар-акция была на самом деле со стороны Советского Союза, то есть СССР подставился. Сталина вынесли из Мавзолея, сами же советские люди, а все его статуи подносили, а Ахматова осталась. И это нам замечательный пример того, как одна женщина, одна одна женщина, потеряв практически все в своей жизни, пережив нищету, голод, гонение, жесткий пресс и прочее. Один раз она все-таки прогнулась, она попыталась написать поэму о Сталине, чтобы все-таки вызвали своего сына, Льва Гумилева, но это не прокатилось. Не прокатило. Тем не менее, она это все победила. Она не уехала. Она стояла на силу эти передачки. Я не буду читать ее стихи про это дело, про то, что болтался Ленинград в этих тюремных условиях. И вот вопрос, зачем? Зачем мочить культуру? Это же изначальный проигрыш. Это же понятно. Искусство всегда побеждает. У меня будет отдельный выпуск про то, как гнали на Анри Матисса и говорили, что он просто полный ад для советского человека и расформировали Музей современного искусства в Москве. Один из крупнейших на тот момент, если не крупнейший. Анри Матисса в Эрмитаже, Ахматовой ставит памятники. А вся эта советская цензура отжила свое. Вот это, мне кажется, был главный прокол на самом деле системы. И именно на этом она погорела. И я в 116 раз хочу сказать фразу, которую я еще повторю неоднократно революционерке Бардиной, которую она произнесла на судебном процессе знаменитом, сейчас пока сила за вами, но за нами моральная сила. И вот что Российская империя, что Советский Союз наступал, а не те же грабли. Как я мог пройти мимо кисок? Вот они. Кс-кс-кс. Греются. Вот чем надо жить. Надо жить кисиками, котики-наркотики. Хорошо тебе, когда тебя гладят? Да ладно, лежи. Ну пойдемте соответственно завершим наш тур. Кстати, вот отсюда видно какая там обвалившаяся крыша. Здесь вы у нас высвечивается Владимирский собор, его строили аж 4 архитектора. Местность, где он стоит, называется мокруша, потому что ее постоянно заливало. А это единственная на самом деле единственная постройка, сохранившаяся кроме мраморного дворца, ну на самом деле можно потом вернется, кроме мраморного дворца архитектор Ринальди. Пеньковый буян пенька, ну я напомню, скорее всего вы знаете, пенька делается из конопли и конопля обладает волшебными свойствами не только по части того, что вы подумали, да. Такелаж сделан из пеньки, он достаточно надежный, он, а пойдем по бульварчику, там, конечно, правда, темновато, наверное, да, но там зато романтично. этот такелаж, он меньше гниет и он эластичный и довольно крепкий, поэтому пенька пользовалась спросом огромнейшим и вот английский флот практически весь, ну условно говоря, конечно, да, плавал с такелажем из нашей пеньки. И вот, соответственно, там в этих буянах ее продавали. И потом возник вопрос, что с этим делать? И вот как раз у Иванов имена был прекрасный проект. Что с этим сделать? Я вот помещу фотографию, что он предлагал, и заодно еще здесь будет пара фотографий, как вообще этот Тучков-Буян выглядел изначально. Но, к сожалению, не срослось. Сейчас он стоит абсолютно пустой. Я вот тут консультирую, ну, как исторический консультант фильм один, называется Одна жизнь, и вот одна из сцен снималась там как раз. Я вот там был, во-первых, оно не отапливаемое, это помещение, они снимали зимой и привозили с собой воздушные пушки. Оно неотапливаемое, то есть история примерно такая же, как какие там средние, да, торговые ряды до сих пор, подмен обороны в Москве на Красной площади. Примерно такая же история, то есть стоит объект, непонятно, что с ним сделать. и мы фактически закольцевали наш сегодня машинный маршрут, то есть мы возвращаемся с вами на точку в переулок и идем к Среднему проспекту. Я, значит, от себя хочу вам напомнить несколько вещей, которые я вот в следующем выпуске тоже повторю. Дорогие друзья, путеводитель вышел, я его рассылаю усиленно, не переживайте, если вы заказывали его не в первых рядах, то получите чуть позже. Всем все придет, я готовлю маленькие сюрпризы тем, кто заказал книжку с автографом, вы получите даже не только автограф. Тираж книги был увеличен до тысячи экземпляров, но уже сейчас понятно, что и он скоро закончится, я ее буду, конечно, допечатывать, но я внесу там кое-какие изменения, тем более, каких вычеток, все равно там закрались какие-то ошибки по марке и так далее, извините, пожалуйста. Но пока что вы можете прикупить ее на сайте, ссылку на него можете найти в описании под этим видео. И еще одна огненная новость. Друзьями, у меня выходит приложение не по всему Невскому проспекту, а по части Невского проспекта с дополненной реальностью, там будет несколько домов, рассматривая которые вы в реальном времени сможете узнать, как они выглядели до революции. Во-первых, ссылки на скачивание приложений в Google Play и Apple Store вы найдете точно так же внизу, а также в следующую среду и четверг в Петербурге у нас будет две таких экспериментальных экскурсии, мы будем тестировать это приложение, я буду вводить экскурсии по Невскому проспекту, подводить к этим объектам, вы будете наводить на них свои девайсы и прямо здесь и сейчас будете их рассматривать, а я вам буду о них рассказывать. Заодно, я надеюсь, если вдруг там есть какие-то баги, мы тут же их зафиксируем, но видеоэкскурсию не одну с использованием этой самой дополненной реальности, мы пройдемся по Невскому проспекту, вы много чего узнаете. Идут экскурсии в Петербурге, среда, четверг, суббота, воскресенье, потом объявление специальное, буду повторять его каждый раз, если вы идете во дворы страхообщества Россия, который я показал в самом первом проезде на Махаулице, не звоните, пожалуйста, ночью, ну, пожалеете охранника, да, дайте, как бы, давайте вести себя как цивилизованные люди, днем, да, он сказал, я буду пускать, вечером и ночью, ну, совсем поздним вечером, извините, я просто водил тут, у меня была частная экскурсия, я водил там из Квичей, и вот, меня попросили об этом. Это второй момент. Третий момент, снял ролик для компании RBI про старый Новоневский проспект, про всякие его секреты, закутки и так далее, ссылка на этот ролик есть в описании под этим выпуском. Четвертый момент заключается в том, что есть прекрасный оператор Леха, да, опять-таки, обращайтесь, если вам нужна видеосъемка, укажу его координаты там внизу. Вот это то, что я хотел вам сегодня сказать, ждет вас еще масса всего интересного, и не только я буду уже в ближайшее время в кадре, будут еще специально приглашенные гости, оставляйте комментарии, читайте вот эту вот книжку, одну из, да, я показывал, у меня есть целая серия их, всякие разные люди в Ленинграде, Петербурге, Петрограде. Гуляйте по городу, пока есть возможность, приезжайте к нам, с вами был гид Павел Перец, увидимся в следующих выпусках, пока. Петербург.